Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня я бы хотел рассказать вам об оперативной диагностике сердечной недостаточности с помощью натриуретического пептида. Мы провели многоцентровое исследование диагностического экспресс-теста. В данном исследовании участвовали кардиологическое отделение Иркутской городской клинической больницы номер 3, наши коллеги из Красноярского государственного медицинского университета и из Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, расположенного в Новосибирске. Однако, прежде чем непосредственно перейти к данной теме, я бы хотел сказать несколько слов о практическом значении натриуретического пептида. Натриуретический пептид используется в диагностике сердечной недостаточности. В частности, значение NT-ProBNP менее 125 пикограмм на миллилитр не исключает сердечную недостаточность, но делает ее маловероятной. И наоборот, при превышении данного значения, можно заподозрить сердечную недостаточность. И в данном случае натриуретический пептид будет являться одним из факторов для дальнейшего назначения обследования. Как еще можно использовать исследование натриуретического пептида, в частности, в экспресс-диагностику? Данный метод может быть ценен в амбулаторной практике, где он может позволить быстрее диагностировать сердечную недостаточность, использоваться для коррекции терапии. Кроме того, данный метод может быть полезен в отделении реанимации и интенсивной терапии. В качестве примера на данном слайде вы можете видеть данные, взятые из научной статьи, опубликованной в американском медицинском журнале, где осуществлялось суточное мониторирование массы тела и натриуретического пептида. Оказалось, что изменения натриуретического пептида соответствуют значительным изменениям риска. То есть, при увеличении натриуретического пептида увеличивался риск развития острой декомпенсации сердечной недостаточности, а при снижении данного показателя риск уменьшался. То есть, мониторинг натриуретического пептида в домашних условиях возможен и он может быть полезен пациентам с высоким риском в целях коррекции терапии. Ну и переходим непосредственно к исследованию. Впервые в России был создан отечественный экспресс-тест для определения уровня натриуретического пептида AntiproBNP в крови. Тест разработала организация биотест и предоставила его нам для апробации. Ну, несколько слов о самом тесте. Есть тест-полоска, куда заносится капля крови и через некоторое время мы смотрим, появилась ли окрашенная полоска, и если она появилась, насколько интенсивно она окрасилась, сравнивая ее при этом со специальной шкалой. Тест вообще является полуколичественным и существует определенная градация результата, где выделяют 5 интервалов. Менее 125, от 125 до 450, от 450 до 900, от 900 до 1800, 1800 и более. Ну и мы ранжировали результаты соответствующим образом. От 0 при значении меньше 125 пг на мл до 4 при значении 1800 и более. Всего в данном исследовании мы собрали данные по 103 пациентам. Из них 24 – это здоровые лица, а 79 – это пациенты с сердечной недостаточностью. Конечно, в первую очередь нас интересуют именно они. Что здесь хотелось бы отметить? Во-первых, средний возраст пациентов с сердечной недостаточностью составил почти 69 лет, а у здоровых лиц этот показатель составил всего 43. Во-вторых, средний показатель уровня NT-ProBNP, определенный количественным методом у пациентов с сердечной недостаточностью, достигает 1900 пг на мл. Если более подробно изучить группу пациентов с сердечной недостаточностью, то мы увидим, что более 85% пациентов пришлось на второй и третий функциональный класс. При этом более чем половина пациентов была сохраненной фракцией выброса левого желудочка. Что касается наличия других заболеваний, около 90% пациентов имели гипертоническую болезнь, около 42% – фибрилляцию предсердий и около 40% – коронарную болезнь. Ну и, собственно, целью этого исследования было оценить точность экспресс-теста, и мы сравнили его с количественным анализом, ранжировав результаты таким же образом, как и при экспресс-тесте. И мы выявили достаточно сильную корреляцию между экспресс-тестом и количественным анализом. Коэффициент ранговой корреляции Спирмана составил чуть более 70-х. Кроме того, была выявлена умеренная корреляция между функциональным классом по нью-йоркской классификации и экспресс-тестом, которая оказалась ничуть не хуже по сравнению с количественной оценкой. Ну а на данном слайде вы видите оценку диагностической точности экспресс-теста. Мы видим, что чувствительность достаточно высокая – 97%, приемлемая специфичность и хороший положительный и отрицательный прогноз результатов. Что касается связи экспресс-теста с сопутствующей патологией, то мы исследовали корреляцию экспресс-теста со стадией хронической болезни почек и стадией ожирения. Была выявлена умеренная корреляция между ранговой оценкой NT-ProBNP по экспресс-тесту и стадии хронической болезни почек, что подтверждается и в других многочисленных исследованиях. А вот значимой корреляции со стадией ожирения по сравнению с другими исследованиями выявлено не было. Как я уже говорил, мы выявили умеренную корреляцию уровня NT-ProBNP с функциональным классом. При этом среднее значение рангового показателя NT-ProBNP по экспресс-тесту повышается в соответствии с классом НИХА, и оно аналогично показателю определенному количественным методам. И в данном случае значимых различий между экспресс-тестом и количественным анализом не наблюдается. Кроме того, мы исследовали связь уровня NT-ProBNP с функциональным классом в зависимости от фракции выброса левого желудочка. Мы разделили пациентов на две группы. У тех, у кого фракция выброса составила 50 и более, и у тех, у кого фракция выброса была менее 50%. Оказалось, что ранговый показатель NT-ProBNP, определенный по экспресс-тесту, он повышается по мере увеличения функционального класса вне зависимости от фракции выброса левого желудочка. То есть уровень фракции выброса левого желудочка не влияет на связь между уровнем NT-ProBNP и классом НИХА. Ну и, подводя итоги данного исследования, нужно отметить, что же мы узнали. Во-первых, перед нами стояла задача оценить точность экспресс-теста, и для этого мы сравнили его с количественной оценкой. Оказалось, что они довольно тесно коррелируют. Во-вторых, при увеличении функционального класса увеличивался и уровень NT-ProBNP, оцененный экспресс-тестом. И в данном случае не было выявлено значимой разницы между экспресс-тестом и количественной оценкой. Ну и в-третьих, мы выявили умеренную корреляцию между градацией NT-ProBNP и стадией хронической болезни почек. А вот значимой связи с ожирением мы не наблюдали.